МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадою компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко глядите у гэтым выпуском. Сёння беларусы вспоминают проткау. У православных вернеков радовница. Семьдесят шатыры гады свободы и миру. Беларусь рыхтуется до святкованья Дня Перамоги. В улице героев мы протягиваем цикл сюжета, присвеченных героям Советского Союза, именами яких названы в улице нашего областного центра. Гэта больш чем праца. Сёння у Беларуси означают День работников рады от лебачени и сувези. А зараза б гэтым и иншим больш подрабязна. У православных вернеков сёння радовница. День паминанья памерлых. Свято по традиции препадает на девятый день пасля Великодня. У храмах проводят паминальные набаженствы. Пасля их верники отправляются на могилки до места упахавания своих родных и близких. Несуть кветки, запаливают свечи и вспоминают с добрым словом тех, кто пайшоу життя. У радовницу люди приходят на могилки, каб поделиться радостью об у воскресенье Христа. Робят гэта звычайно празмолитвы, як у храмах, так и непосредно на местах пахавания своих протков. Ясча один сродок паминанья памерлых – милостіна. Маеце на увазе не только допомога тым, хто живе у нестачи, але и уселякая справа, здействненная с добрыми намерами. Из года в год мы видим, как люди меняются. Они приходят на кладбище уже не обремененные такими большими сумками с едой, а приходят действительно помолиться за своих близких. А потом уже придя домой, собираются за столом поминальным, сидят, общаются и, конечно же, вспоминают своих умерших родственников. Сохранение памяти – это внимательное отношение к своей истории. А тот, кто помнит свою историю, историю у того есть и будущее. На Могилке у вёсцы Барок Гомельского района люди съезжаются одразу после завершения литургии у храма Рожства Прасвятой Богородицы. Тут ведают, что худка приеде святар с церковным хором и проведе панихиду, окропить святой водой могилы. По традиции, починается усе на месте похования Аркадия Поташкина, былого старшинника Алга Саурыцкая. Ее на свой час приклав шмат намаганию для будовництва церкви в поселку и в уголе зарабил немало добрых справ на своем веку. «Перпелив и милостив, и ты хоть свой последний час скажи, прости, пожалуйста, я заблудился в тьме грехов, погряз растлений и блудности, избавь от тягостных оков, от ленья непробудности». В конце этого стихотворения идет такая строчка, «Как я поздно осознал все это». «Прости, Господь, пожалуйста». И поэтому в этой жизни мне кажется, что единственное, у кого мы должны просить прощения, у Бога. Человек не выбирая, коли ему народится, и тем больше, коли паустась перед Господом, а ли радовница, гэты на годы задуматься про тое, что зарабил Христос для кожного человека. Евгений Кухаронок, Сергей Лукашок, телерадоя компания «Гомель». 74 годы свободы и миру. Беларусь рыхтуется до святкованья Дня Перамоги. 9 мая во всех районах Гомеля в рачистости распочнутся шестям «Беларусь памятая». Пройдут митинги за складанием кветок и венков. Отбудутся святочные концерты, выставы, акции «Кветки Великой Перамоги». Традиционно будет организована работа полевой кухни. Головная падея – врачистая шестя ветеранов, представников працонных коллективов, спортсменов и творчай молоди. И оно начнется в 10 годин. Калуна пройдет от площи паустанья до площи працы, где отбудется митинг памяти и церемония ускладания кветок до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Вогули долучиться до шматликих мероприемств узмогуть у кожным куточку в области. Зранится и до позднего вечера для жихаров усих районов организаторы будут дарыться правдное свято. Тематычные мероприемствы нагадают гостям свято об тем, что мир – это бесценный дар и будущее для наших детей. Так у Гомеля Побач с кинотеатром имя Калинина можно будет попробовать солдатскую кашу. Тут же будет демонстроваться фильм на военную тематику. На Речицком проспекте после реконструкции открыт сквер. На открытых пляцовках города пройдут концерты. Для детей паусюль будут ладить забавляльные программы. Завершится День Перамоги святочным салютом. У Гомеля пройшла областная навуково-практичная конференция «Гомельщина памятая». В делу ее приняли представники органов улады, правоохонных структур, громадских организаций, а так само навуковцы. Конференцию наведал и наш корреспондент Олег Синсироу. Местом проведения конференции обрали областную библиотеку. Эта установа не первый раз проймает такие мероприемства. И наведто до этой конференции сегодня тут открыли неколько выстав у тымлику достатково редких книг. Выставы не переможны. Это книги с фонда в Гомельской областной библиотеке. Все выдания укрышны перейду великой чины. Тогда воевали не только солдаты, воевали и книги. По великим рахунку, эта идеология притягивается, и мы областного переможем. Экспозиция достатково масштабная. Тут и поведомления Советского информбюро и каталоги военных мостаков и академичные выдания. У областной библиотеки кажут, что за все дымкнулись предоставить читачам максимум правдивой информации. По великим рахунку, такая мета и областной науково-практичной конференции я еще раз переговорнуть сторонки военной истории. Тем больше, что сегодня заявляются новые махчимости для ее одновления. Утемлику техничная уприватность во управлении Державного комитета лечились страченными для насчетков. Мы проводим грамотную квалифицированную очистку документов, вскрытие каких-то капсул, пеналов, в которых они находятся, для того, чтобы не допустить их повреждения либо разрушения. Исследование этих документов в невидимых зонах спектра, то есть какие-то невидимые угаши, записи, тексты. Мы их визуализируем, они становятся видны, читаемы. Науково-практичная конференция гомочная памятная проводится по инициативе областной прокуратуры. Военные тематы займаются постоянно. Два месяца тому сопротивники прокуратуры провели мониторинг местопыхования червоноармейцев, партизан и мирных жахаров, которые загинули при час свяги Каячиной. По выниках проверок были выписаны подписания. Зараз все выявленные недохопы ликвидованы. Непосредственно на конференции прокурор Гомельской области Виктор Морозов презентуя книгу, которую написал опушник генеральный прокурор Советского Союза Александр Сухаров. В осенью 1943-х он принимал дел у форсирования Днепра Калялоева. Об этом так само рассказывается в выдании. Тема «Великая чина» для правоохранительных структур Гомельской области постоянно упал изроку. Проведенная у Гомеля областная навыково-прокрышная конференция и еще одно мероприемство метанокерованной работы. Сегодня правоохранительные органы взяли под опеку вот такие памятные места. Сегодня над Азарицким лагерем и тот мемориал, который есть, ухаживают сегодня сотрудники Управления Следственного комитета. Над партизанской кореничкой сегодня взяли шефство, эксперты наши. Они благоустраивают, они там проводят свои мероприятия, связанные с посвящением профессию, с награждениями и так далее. Прокуратура области взяла под опеку памятник в Жлобинском районе одному из партизанских отрядов. Управление комитета государственной безопасности взяла под опеку места боевой славы спецотряда, который действовал в районе Чечерского района. И такую же работу проводит Управление внутренних дел. Олег Синчаров, Андрей Иванов, телерадио компания Гумель. Селита наша краина отзначая 75 год вызволение от фашистских захопников. У гонор этой знаменальной даты телеканал Беларусь 4 запустил цикл сюжетов, просвеченный героям Советского Союза, именами яких названы в улице нашего областного центра. Сторонки жития Константин Рокоссовского в материале Паула Михно. Залинейный микрорайон. Тут, посеред перважно-приватного сектора, заховалась тихая улица у полтора километра до Ужиней. До войны Одесская, зараз Рокоссовского, минавито тут, в 61-м доме, 75 годов тому, квартировал легендарный маршал. Константин Константинович Рокоссовский, так сказать, появился в Гумеле как раз в период освобождения, когда сходу, в общем-то, 11 октября, после освобождения Добру, 60 октября, части Красной Армии вошли в Белецу. Собственно говоря, туда и прибыл командующий фронтом и находился больше месяцев в Белеце. И когда освободили Белецу, конечно, стояла дилемма, что делать, или атаковать, хорошо укрепленный, так сказать, высокий берег, сожженный противоположным западным берегу, или все же, так сказать, применить другую тактику. До речи, Гомельон вызволял незвычайно для военной науки того часу. Массированный удар Рокоссовский сконцентровал вокруг города, наступал одразу с некольких боков. Таким чином першим у Гисторой уже у тактику двойного основного удару. Потом, на хвале Гомельского поспеху, народилась оголовная операция по вызволению Беларуси Багратион. У них был такой творческий спор с Жуковым. Жуков руководил как раз северным крылом. Он, как представитель ставки, находился в районе Рогачева, поэтому Рокоссовскому говорил, что я тебе протяну руку через Березину. Но события пошли так, что наоборот Рокоссовский Жукову протянул руку через Березину, когда его подразделения первыми вышли к Березине и замкнули кольцо в районе Бабройска. То есть знаменитый Бабройский котел стал результатом активных действий. Это при непосредственном участии Рокоссовского. После перемоги Константин Рокоссовский не одной чиноведов Гомель. Зараз у музея находятся книги с автографом Маршала, его амундирование и устагороды. Маршал вельми дорожил случайными бойцами, таму до каждой военной операции подыходил як доголовный. По вспоминах родовых солдат Великой Айчинной Константин Константинович один самых аутаритетных командиров у войсках. Штаб Белорусского фронта Рокоссовского находился у Гомеля коляк четырех месяцев. Все на той же Одесской улице, что зараз носит имя Маршала. А кроме выражения фронтовых задач Константин Константинович промал удел у одновлення порушенного города. Потом он стал самым первым гоноровым грамадянином Гомеля. Павел Михно, Андрей Иванов, телерадо компания Гомель. Нередко дети выбирают профессию своих батьков. У войсковой части 63-604 немало представников семейных династей. По следах родных пошли подполковник Дмитрий Гарамыкин, старший сержант Дмитрий Каренны, майор Анатоль Слесаренко. У гэтай же части служат герои наступного сюжету Дмитрий Сургиневич, его жонка Татьяна и сын Вадим. Семьей военных познайомилися наши корреспонденты. Дмитрий Сургиневич пришел на посаду командира в 2015 году. С этого часу территория войсковой части 63-604 начала меняться и добро упорядковаться. Для чего ему пришлось аж мать працавать. Але гэта не полохало. Стать военным Дмитрий Сургиневич выросшил яше школьником. На военную службу я решил как-то пришел спонтанно. Просто когда-то в детстве попалась книга под руки называлась «Мальчишки в пилотках». Прочитав ее, ну и там оказались в конце книги адреса военных училищ, в том числе и Минского Суворовского военного училища. Как-то загорелся желанием. Родители были против. Считали, что может быть еще рано в 14 лет одевать на себя погоны. Но я как-то еще в то время настоял и все получилось. Тут же працует Татьяна Сургиневич. Она начальник речевого склада. С будущей женкой Дмитрий познайомился у Алматы под час учебы. Лето с Дмитрией Татьяной отзначили сребное веселье. За эти годы разом проехали по гарнизонах в разных областях Беларуси. Выховали сына Вадима, который выросил протягнуть справу батьки. На выбор сына абсолютно не повлиял. Был даже немножко шокирован, когда он сказал, что папа, я хочу быть военным. Вадим Сургеневич скончил Журовицкий державный аграрно-техничный колледж, затем Барановицкий державный университет, где отрымал диплом инженера-механика. Первым местом працы обрал войсковую часть 63-64. Я сначала очень боялся этого, потом я здесь, ну, пришел в эту часть по распределению после университета на должность начальника гаража. Ну, как-то посмотрел на все это со стороны, более-менее влился в это все. Мне очень понравилось, и потом начался призыв в армию, я все-таки решил, что захочу стать военным. Я знал, что отцу это очень понравится, я знал, что он будет могордиться. После закончения школы прапорщика у Вадима призначили командиром ремонтного узвода. Дарыча на урочистом сходе, присвеченным Дню оборонца у Радимы, улику лепших войсковцев назвали и его имя. Заслужная у знагорода з рук батьки особливый гонор. Вероника Гамзюкова, Настасья Кучинская, Евген Макеенко. Телерадо и компания Гомель. Сегодня означается день работника у Радо телебачения и сувязи. Однако перш-наперш 7 мая вошло в историю как дата народжения Радо. Виновата в этот день в 1895 году физик Александр Попов представил створенный им первый в свете Радо приемник и продемонстровал сеанс Радо Сувязи. Начинается с 945 года 7 мая в былом Советском Союзе, что год стал означаться как День Радо. Сегодня это профессийное свято работников всех Галинов Сувязи. У народе кажуть с вынаходництвом Радо люди почули свет. С вынаходництвом телевизора его еще и убачили. Сучасному поколению тяжко уявить, что 60 годов тому трансляцией телепередач займались только Москва, Ленинград и Киев, причем сигнал расповсюджался усяго на 30-40 километров. Однако Матерскому центру Гомелих это не перешкодило выдать у эфир в 1956 годе первую телепрограмму. Сигнал примали со столицы Украины. Сегодня гисторию пишут новые энтузиасты улюбленные у свою справу. И нельга выказать усей подяки за высокую отзнаку працы. На передании профессийного свята работников радуют телебачення и совязи. Коллектив телерадо компании Гомель отрымал одразу некальки узнагарод. Я очень надеюсь, что эти награды станут хорошим мотиватором для каждого из нас делать чуть лучше, делать чуть интереснее, тем более, что возможности для этого есть. За последние несколько лет Беларусь-4 серьезно технически и творчески переоснастился. Телерадо компании Гомель виншует всех ветеранов и работников радуют телебачення и совязи с профессийным святом. Шляхи развития агроэкотурызма в Гомельской области за круглым столом обмерковали представники улады грамадскости и бизнесу. Пляцовкой для размовы стал фестиваль экотуризму, этнокультуры и активного семейного отпачинку Ранша Агро Турфест. У Гомельскім регионе наличивается 156 агросядіб. Сегодня туристы тут спиняются не на несколько дней, как было два года тому, а на больше долгий термин. Повеличился и уровень доходов о доказываемых послуг. Зараз працевать необходимо на керунку активизации просовывания агросядіб на туристичном рынку. Бо супыняться на досягнутых выниках нельга ни на хвилину. У этой сферы деянности развиваться необходимо постоянно. Цель всего, что мы делаем, и в том числе цель этого круглого стола, это самозанятость населения, это сохранение на сегодняшний день того потенциала, который есть в сельских населенных пунктах, в малых деревнях. И, конечно, сегодня мы понимаем, большому количеству людей, проживающих вокруг них. Кто-то будет помогать по хозяйству, кто-то будет катать на лошадях, кто-то будет продавать мед туристам, кто-то будет организовывать рубалку. Понятно, что один владелец агроусадьбы не в состоянии все это сделать. Поэтому это такая цепочка, можно сказать, такой небольшой локомотив, который позволяет людям сегодня зарабатывать, не уезжая из своих населенных пунктов. Специалисты стверджают, в нашей краине створены идеальные умовы для развития агроэкотуризма. Спрощена по максимуму регистрация, маются преференции. Однако разом с тем, одного желания в этом бизнесе мало. Надо выкрыстовывать усе мягчимые ресурсы на корысть своей справы. Так, до прикладу, за круглым столом великую увагу надалі обмеркованню в опыту работы с проектной деятельностью на суйсканне грантау. Безвыплатные сродки могут допомогти уразвити базы агросядзип да и у вогуля сельских населенных пунктов. Кубок Перамоги. Турнир по хоккей под такой назвой прайшоу у Жлобине, яго прасвятили Дню Перамоги у Великой Айчинной Войне. У иму дельничали юнаки з розных команд Беларуси. Нас поборницвы завитали наши корреспонденты. Годовый палат Жлобина стал местом проведения турнира по хоккей Кубок Перамоги. С поборницей присвятили Дню Перамоги в Великой Айчинной Войне. Так само и проводятся умытых популяризаций хоккея, умоцывание сябровских сувезей помеж городами и повышение мастерства юных хоккеистов. Это просто соревнование по концу сезона, чтобы дети поиграли хоккей развивалась популяризация хоккея в республике Беларусь и чтобы дети получили удовольствие. Удельниками с поборниц стали две жлобинские команды 2009 и 2010 годов народжения. Команда хоккейного клуба Усход и сборная Гомеля, Бобруйска и Могилева. У нас школа центра Олимпийского резерва города Жлобина одна из самых сильных школ Беларуси. Популяризация хоккея в Жлобине очень большая. В центре Олимпийского резерва есть все условия для проведения тренировочного процесса подготовки хоккеистов будущие. На данный момент в сборной У-18 у нас играло три человека которые сейчас играли на чемпионате мира и четыре жлобинских выпускника играют в хоккейном клубе Металлург Жлобина в экстралиге А. Турнир проходил по коловой системе. Это означает, что шесть команд сгуляли помеж собой. А кубок перемоги отримала дружина хоккейного клуба У-Сход и она набрала больше баллов. Другое место заняли хоккеисты с Жлобина третья из Бабруйска. До речи со старту с поборницей у лидерах были дружины Жлобина Могилева и хоккейного клуба У-Сход. Соперники нормальные а кубок важен чтобы привести команду к победе. В предыдущем матче играть сложно потому что соперники были такие нормальные сильные подготовленные Доречий турнир стал традиционным В наступном году организаторы плануют запросить команды из Украины и России и кубок перемоги станет международным Вероника Гамзюкова Сергей Лукашук телерадио компания Гомель Сожлобина ГТ а так само иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершенный дякую за увагу и до новых встреч у эфиры